В Чехии в 2014 году сгорел склад боеприпасов в комплексе Врбетисе. Сообщается, что там хранилось среди прочего оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину. Во взрыве чешские власти вдруг через 7 лет после событий обвинили двух русских. Об этом одномоментно написали чешские СМИ. На поспешно собранной пресс-конференции представители чешского правительства начали выдвигать ничем не обоснованные обвинения. Всё это было похоже на плохо срежиссированный спектакль. Суть сказанного заключалась в том, что в 2014 году в Чехии сгорел склад, который арендовала частная британская компания для хранения американского оружия. А оружие это принадлежало некоему болгарскому бизнесмену, торговцу оружием Эмилиану Гербеву, который незаконно хотел поставить его Украине в разгар активной фазы боевых действий в Донбассе. И во всём этом обвиняют Россию. Логики нет никакой, в чём же дело? А дело в том, что отношения России и Чехии на фоне закупок спутника Ви кого-то очень сильно раздражали. К сожалению, слова президента России Владимира Путина о Шерхане и Шакале, табаки – это метафора, которую можно отнести сейчас к большому количеству несамостоятельных политических деятелей. Кому-то очень не нравится, что отношения европейских государств с Россией стали слишком близкими. Другой вопрос, почему так грубо всё это преподнесено мировому сообществу? Потому что в результате надуманного скандала Росатом не будет участвовать в тендере на строительство нового энергоблока – чешской атомной станции Дукованы. Страны взаимно высылают дипломатов. Кто от этой ситуации проиграл? Прежде всего Чехия. Это самая настоящая провокация против России. Вашингтон и Брюссель просто указали место Чехии в Евросоюзе. Вы не самостоятельны, вы не можете сами решать. Чехии приходится доказывать свою преданность и не только оправдываться, а фактически выслуживаться, делать крайне сомнительные заявления, рисковать не только экономическим состоянием страны, но и фактически разменивать весь позитивный потенциал, накопленный дипломатическим путем. С таким партнером мало кто захочет иметь дела. Конечно, в Чехии существуют и независимые политики, но не они сейчас у власти.